Глава городского округа встретился с жителями поселка Дунай. В ходе рабочей встречи Александр Баранов отчитался о проделанной руководством города работе за первое полугодие, после чего ответил на вопросы волнующие дунайцев. Далее подробнее. Встреча с главой городского округа состоялась в поселковом доме культуры. В актовом зале собрались самые активные представители населения Дуная, руководители предприятий и организаций, просто неравнодушные жители поселка. Первым делом Александр Баранов отчитался перед собравшимися о работе руководства муниципального образования за первое полугодие. Глава подробно остановился на самом больном дорожном вопросе. В этом году запланировано проведение капитального ремонта участка дороги Дунай-Фокина, так называемой третьей очереди. Это будет укладываться на восход до 14 километра. То есть это выше полигона ТПО, который старый закрытый, ну и поворот на 30-й завод. Вот этот участок будет ремонтироваться следующие 3 километра, которые касаются вот от 14 километра до Южнореченска, вот там, где поворот, как говорится, часть. Вот этот участок у нас останется, так сказать, в плане содержания, поддержания, поддержания. Поскольку там идут и длительное время еще будут идти работы по воинских частях, воинской части, и целесообразно сейчас его, в принципе, и ремонтируют, потому что все равно разрушится. Кроме того, по словам мэра, в порядок приведут дороги и межквартальные проезды в самом поселке. В частности, будет уложен новый асфальт в районе улиц Ленина 35 и Советская 6. Помимо этого, в городе запланированы масштабные работы по ремонту придомовых территорий в рамках федерального пилотного проекта «Комфортная городская среда». Программа реализуется при активном участии самих граждан, желающих улучшить условия своего проживания. Это, во-первых, инициатива, это дизайн-проекты, что там должно быть, участие, опять же, это управляющие компании или жители, там, или продовое, или финансы, финансы – это через счет управляющей компании, а продовое – это вот субботники, вот облагораженные территории. То есть, вот за эти пять лет, она должна, программа, обеспечить максимальный охват придомовых территорий в плане восстановления, ремонта и так далее. Поэтому я считаю, что кто здесь присутствует, к этому надо прислушаться и активно участвовать. В ходе выступления были озвучены и ряд проблемных тем. В частности, речь шла об отсутствии в поселке автовокзала. Глава отметил, что администрация держит на контроле вопрос по возобновлению работы Дунайской автостанции. «Автостанция, она уже в собственности Тихианское автотранспортное предприятие. Сейчас они занимаются электроснабжением, не должны перебить кабель. Но обещают в ближайшее время все-таки это устранить, поскольку забить кабель – это слишком для них дорого, почти 500 тысяч, поэтому он пищит с компанией «Дарайска» для того, чтобы его ликвидировать и продолжить ремонт. То есть, так скажем, в осени автостанция в полном объеме заработает». После своего выступления Александр Баранов приступил к ответам на вопросы жителей поселка, среди которых было и немало острых. Так одна из женщин поинтересовалась, когда в школе, где учится ее ребенок, будет произведена замена оконных рам. «В шестой год мы помогаем делать ремонт, там в школе невозможно дарам засыпаться». «В этом году уже однозначно нет, а в следующем году мы в 53-58 школах будем подавать на софинансирование на ремонт в плане замены оконных». Немало вопросов было задано по содержанию детских площадок и уборке придомовых территорий, капитальному ремонту многоквартирных домов. Собравшихся также интересовали вопросы, связанные с социальными объектами. Много жалоб прозвучало от дунайцев по поводу организации медицинской службы в поселке. «Пенсионеры мучаются по медицинским вопросам. Два терапевта работают. Одна в отпуске, то одна встает. Как были пенсионеры?» «Я понимаю, что и здесь пенсионеры, и у нас в Хоппинах пенсионеров, но во всех зато, во всех зато, согласно закону медицина, это федеральные полномочия. Не наши». Жители Дуная высказали главе также свои опасения по поводу строительства в районе мыса открытой угольного порта. Не ждет ли поселок участь находки. Александр Баранов успокоил собравшихся тем, что природный рельеф места расположения будущего порта станет естественной преградой для угольной пыли. «Там перепад высот 70 метров. То есть это будет находиться, грубо говоря, в овраге. И вот эти все, как называются, ленты погрузочные и все прочее. Первое, оно будет находиться глубоко внизу, то есть на уровне моря. А вот эти сопки в 70 метров от пирса, где будет перегрузка погода». В ходе рабочей встречи прозвучало еще немало вопросов и предложений от граждан. Общение, которое длилось почти два часа, проходило в конструктивном русле. Ни один вопрос не остался без внимания официального представителя муниципальной власти. Подобные встречи с населением позволяют руководству города учесть вопросы и темы, волнующие жителей поселения при формировании городского бюджета на предстоящий плановый период, определить основные задачи и направления социально-экономического развития территории.